С 2010 года журнал является частью объединенной шахты Грузи, редакции, которая эквалируется Рауковым Сергеем Кулатовичем и главным редактором, и заместителем главного редактора Панченко Главдии Ивановной. Она уже сказала о том. За долгие годы неоднократно менялась периодичность журнала. Сначала, во времена Советского Союза, журнал выходил 12 раз в год регулярно. В 90-е годы, по понятным причинам, периодичность снизилась, иногда издавались спаренные номера. С 2012 года стабильно стало выходить 4 номера, и, наконец, с 2016 года, как уже было сказано, выходит 6 номеров в год, то есть каждые 2 месяца. Обновлялся дизайн журнала. Современную версию журнала создал один из постоянных наших авторов Николай Пахтов. Менялись не только периодичность выхода внешний вид и объем звезды Востока, но и руководители и рабочие коллективы. Со многими коллегами мы поддерживаем связь до сих пор, некоторые из них присутствуют сегодня здесь. Звезда Востока отображает не только литературный процесс в Узбекистане, но и состояние его культуры в целом, что прослеживается в списке рубрик, таких как проза, поэзия, философия искусства, караван истории, наследие Востока, литература ведения, литературная критика. Знакомство читателей с переводной литературой обеспечивает рубрика перевод. Журнал сотрудничает не только с состоявшимися авторами, но и с начинающими, предоставляя им площадку для публикации в рубрике «Новые имена». Большая часть авторов «Звезды Востока» – результат поиска сотрудников редакции, которые просматривают сайты свободной публикации, литературные сайты, посещают литературные мероприятия, выявляя интересных авторов, приглашают их к сотрудничеству, приглашают их к сотрудничеству. Сегодня мы отмечаем двойной юбилей, уже было сказано об этом. Это и 85-летие со дня учреждения журнала, и 50-летие выхода в свет третьего благотворительного номера «Звезды Востока» 1967 года, все средства от реализации которого пошли на восстановление разрушенного землетрясением Ташкента. Редакция сделала особенный пятый номер, отразив в нем отдельные фрагменты третьего номера 1967 года, любезно подаренного нам Борисом Рахимовичем Папаевым. Мы пригласили к сотрудничеству и хорошо известных в Узбекистане и за его пределами состоявшихся авторов, начинавших свой путь в «Звезде Востока» или имеющих отношение к культурному процессу нашей страны, и молодых перспективных писателей и поэтов. Не раскрывая полностью интриги, перечислю, при назову некоторые имена. Мухаммад Али, Дина Нобина, Элеонора Шафранская, Сабит Мадалиев, Борис Галенков, Алексею Стеменко, Хандан Загиров, Сургата Флатуни, Римма Волкова, Николай Ильин, Алексей Гвардин, Ашот Даниилян. Уверены, что большая часть этих имен известна всем в этом зале. Чтобы присутствующие получили представление о публикациях журнала, мы предлагаем их внимание в нескольких коротких обзоров, касающихся литературного процесса Узбекистана, к которому звезда Востока имеет самое непосредственное отношение. О современном русскоязычном литературном процессе в Узбекистане расскажет Владимир Васильев, председатель Совета русской литературы при Союзе писателей Узбекистана. Здравствуйте. Вы уже меня представили, Владимир Васильев. Но если вас интересует мое литературное амплуа, то я в Союзе писателей вступал по классу прозы, поэзии, публицизии, литературной критики. То есть лицо без определенных литературных занятий. Ну, мне сразу, я чуть-чуть оправдаюсь, постановка сначала у меня была анализ прозы, которые в звезде Востока, но потом мне задачу расширили. Это современный русскоязычный литературный процесс в Узбекистане. Ну, сразу очень правильно было сказано в приветственном слове, что звезда Востока всегда являлась окном в мир для литераторов, писателей Узбекистана. Сейчас ее, так сказать, функция чуть-чуть сузилась, она является окном в литературу для писателей Узбекистана. В связи с тем, что пока, к моему, наверное, и ко всеобщему, к сожалению, подписки на журнал по странам СНГ не существует. Я считаю, что это большое упущение всех структур, которые с этим связаны. И пока такое явление, как подписка по всем, по всем, почему СНГ, по всем странам мира, может, читают во всех странах мира. И почему я об этом говорю? Потому что у нас есть сайт Совета по русской литературе, где публикуется электронная версия этого журнала, всех номеров последовательно с 2010 года там находятся. И приходят отзывы от читателей со всего мира, из Америки, из Израиля, там много, короче, из России, из Украины. Удивляется, что до сих пор существует журнал. И причем хорошо существует, когда вот один автор с Украины, тоже, который мы здесь опубликовали, когда он увидел этот журнал, он говорит, это вообще нечто. И по российским современным меркам тираж тогда в том конкретном был где-то тысяча с чем-то. Он говорит, это для России, это даже крупные журналы. Было, если вы помните, где-то пять толстых журналов, Новый мир, Звезда, Дружба народов, Знамя, Украинские Нева, и Аврора, и так далее. Все сейчас, к сожалению, эти журналы находятся примерно в таком же положении и тиражном, и, так сказать, в смысле гонораров, и так далее. Воплекаясь, ну, кто-то чуть лучше, если нашел спонсор, кто-то чуть лучше, то все вот эти толстые журналы Советского Союза находятся примерно в одинаковом положении. И так же выходит не 12 раз в год многие врата. 4, 6 и так далее. Но, ну, насчет литературного процесса, почему я сказал, что это окно в литературу для писателей? Потому что, кто с этим сталкивался, практически знаете, что, по крайней мере, русскоязычную литературу в наших издательствах опубликовать практически невозможно. 100-процентная предоплата и разговор окончен. Удалось за последние несколько лет опубликовать 3-4 романа. Вот одна книга у Снеменко Алексея, один роман покойного Владимира Баграмова, один роман Даниэля Васильева. Я больше даже и вспомнить не могу. Это за вот последние, сколько там, 5-6, может быть, 10 лет. Ну, не будем так далеко забегать, но за последние 5 лет всего 3 романа удалось опубликовать. И все авторы мне, как председатель Совета русской литературы, часто звонят, а что делать? А вот мое произведение не берут, а как пробиться и обрадить? Пока никак. Только за свой счет, 100-процентная предоплата и так далее. Вот это проблема, поэтому «Звезда Востока» это наше спасение, это наше окно. Ну, глоток свежего воздуха. Ну и по поводу... И, собственно, поэтому весь литературный процесс самый активный и концентрируется в «Звезде Востока». Вот я просмотрел оглавление с первого номера 2010 года до третьего номера 2017 года. И, так сказать, небольшую статистику вам дам, что за это время по классу прозы, что я так сказать специально анализировал, опубликовано 155 авторов, которые получили, так сказать, возможность представить свои произведения читателя. Из них роман опубликован на 8 романов. Ольга Григорьева, Арианна Васильева, Герман Гесса, но это... Это честь для журнала, а не для Гесса, будем так говорить. Владимир Баграмов, Михаил Гар, и, как интересно, всем этим, над этими вершинами, эпопея Мухаммада Али, Амир Кимур Великий, который пока публикуется, еще вторая книга, но, думаю, мне за горами не так далеко и все остальные. Опубликовано 25 повестей, и, значит, получается где-то порядка 120 рассказывать. Так что, представляете, вот сколько человек. Ну, здесь ни время, ни место так подробно что-то анализировать, но вот я по вещам скажу таких авторов, которые мне лично, я же не в силах прочитать все. Ну, что я прочитал, то, что мне понравилось, то, что вызвало отклик, это Сергей Татар, Галина Востокова, Даниэль Васильев, Лукбек Ханда, Борис Галендар, Николай Попов, Аким Фазелов, Зульфикар Мусаков, Жасур Исхаков, замечательная повесть у него и рассказ Алексея Устеменко. Вот эти авторы, так сказать, в моей душе вызвали определенный резонанс, с интересом прочитал. Ну, по рассказам очень тяжело анализировать, но я и не буду. Хотя бы я скажу, что рассказы о Галендаре Хамдама понравился мне, камень, допустим, Артукаюбьеву Дашу, Близнецы, Ангелы Ада, Александра Спиридоновна, Спиридонова Ангела Ада, Элдор Абасов, Палач, Притчи, Владимир Баграмов, его глаза. Баграмов, паланковейший человек, и даже, хоть его нет, но его произведение до нас сюда воет и вызывает добрые чувства. Галина Востокова, рассказ «Запах немыслимых трав» очень интересный. В таком жанре восточной сказки Алиана Васильевых «Храбрый ван лав» и «Мудрый шиньсянь». Мне очень понравились эти сказки. Я знаю, что это литературные обработки ее пьес, которые в молодежном театре идут. Но очень хороший получился вариант литературной обработки. определенные так сказать а, ну я вот так скажу, что жанры какие активно публикует «Звезда Востока». Ну это естественный реализм. Фантастика, сказка, притча, драма, литературный сценарий, эссе, миниатюры, афоризмы. Вот в афоризм мне больше всего очень понравился Эдамин Бакиев. его феноменологии, дарукологии, наукологии, вот эти все сборники афоризма просто замечательные. Ну и исповести, вот я говорил, что Джасур Исхаков о сихриске о старом Ташкенте очень мне понравились. Очень хороший рассказ, Галина Долгая, реминушка тоже. Прекрасный, да. Очень сильный рассказ. Ну и для всех очень актуальный Николай Попов, который вот оформление сделал, это записки «Мигранты», я с большим интересом. Потому что много у нас и родственников, и знакомых, которые, так сказать, этот путь проходят, и он очень так эргистично, умно, философски все это описал. Это мне очень понравилось. Ну, я, так сказать, буду завершать многие лет, так сказать, этого журнала, чтобы это окно никогда не закрывалось, а становилось все шире и активнее. И вот эта приятная тенденция, что есть мысль из шести номеров сделала 12, она очень воодушевляет. И скажу, почему, вот, с 2010 года опубликовано только 8 романов. Почему? Нет объема, нет, негде печатать, грубо говоря. Хорошо, что эти 8 романов пришли, но их на самом деле у авторов написано и накопилось гораздо больше. Ну, дай Бог, чтобы все это реализовалось по-настоящему из-за вас на самом деле. Спасибо за доброе поздравление. Разрешите вручить по-настоящему из-за лейной номера. Спасибо. Сообщение об успехах и